Всем привет! С вами Полтема. Ребят, совсем недавно на канале вышло видео, в котором я показал iPhone 6s Plus. И там я вас спросил, хотите ли вы увидеть видео, в котором я расскажу, почему сейчас стоит купить 6s Plus, а не 7 Plus. И, в общем-то, вот это видео. Да, iPhone 6s куплен, вот он, и это действительно красавец. Очень крутой телефон, и очень довольный, что я его сменил. Переходил я на него с iPhone 6, и знаете, это как, ну, я не знаю, то есть вы берете его в руки и понимаете, что он большой. Но потом вы привыкаете, и будто всю жизнь им и пользовались, и вообще, как можно было iPhone 6 держать в руках, теперь непонятно. В общем, доволен 6s Plus, и теперь давайте поговорим о том, почему его стоит купить вместо 7-ки. И первое, что я сделал, это как все нормальные люди перед покупкой какого-то крутого телефона, например. Я зашел на сайт Apple, и там есть такая штука, как сравнение телефонов. Вы выбираете модель гаджетов, я выбрал 7 Plus и 6s Plus, потому что у меня в приоритете был именно большой телефон. Ну, и что я увидел? А увидел я примерно следующее. Вот листик всех изменений. Когда я смотрю на это, я как бы вижу вот этот мем и такой вообще, что за херня Apple. То есть это все изменения, которые между 6s Plus и 7 Plus. Их очень мало, и они вообще несущественны, можно сказать, надуманы. Но прежде чем поговорить о отличиях, давайте затронем одну тему. И это то, что не стоит брать телефон сразу же, буквально, если вы не хотите нарваться на какую-то проблему. В iPhone 7 мы же нашли некие источники проблемы, например, в некоторых девайсах шипит процессор, также не нажимается кнопка Home зимой, и вообще нет 3-5 мм, и вообще байда какая-то, а не iPhone 7. То есть первые пальцы, они всегда с неким браком, и это касается шипения процессора. На всех айфонах он шипит, но на некоторых семерках это шипение также записывается на видео, если вы снимаете где-то в тихом месте, или вам просто нужна тишина, а вы пишете видос, и там слышно такие вот звуки. Будто кто-то помирает, ей-богу. Но на самом деле это нормальная тема, потому что процессор шипит под нагрузкой, ведь вы хотите сделать... что-то такое, с чем процессор должен справиться. А ему для этого нужно затратить некий ресурс, и в принципе от этого идет звук, то есть он под нагрузкой издает звуки, это нормально. Но однако это гарантийный случай, и Apple говорит, что мы возьмем эти телефоны, которые шипят, и дадим вам новые из новых партий. То есть как бы эта проблема есть, она сама это признает, компания Apple, и заменяет семерки с шипением на семерки обычные. Вы спросите брак, я вам скажу брак. Исходя из этого, можем сделать вывод, не стоит сразу же покупать телефон, если вы не хотите нарваться на какую-то проблему. Стоит подождать, пока первые партии раскупят, а потом вы такую вторую партию купили, у вас все отлично. Теперь вернемся к моей проблеме, и почему я купил 6S Plus вместо 7 Plus. В общем, это изменения, которых я в принципе не нашел. Первое изменение касается 6S Plus, там теперь нет версии на 256 гигов. Если вам нужен более емкий аккумулятор, то тут уже, соответственно, только 7 Plus и никуда не деться. Также 6S Plus тяжелее на целых 4 грамма. Как с этим жить, не представляю, но вот как бы живой норм. Что касается 7 Plus, то изменения там, конечно же, есть. И первое, это отсутствие 3,5 мм. То есть если у вас, например, много аксессуаров, либо наушники только на 3,5 мм, то ваша жизнь будет боль с семеркой, вы будете плакать, вот так вот просто ковыряя этот переходник, за 10 баксов с лайкингом на 3,5 и не знаю, что делать. Но лично мое мнение, если у вас загвоздка с музыкой, то Bluetooth-наушники решают эту проблему вот просто вот так. Но если у вас много гаджетов и девайсов на 3,5 мм, то да, для вас это проблема и это мой случай. У меня много аксессуаров и гаджетов. Тот же микрофон, который работает с айфоном, он подключается через 3,5. И бывает, что я подключаю свой айфон к зарядке и использую микрофон. И для меня это проблема. То есть я не смогу использовать одновременно и микрофон, и зарядку, потому что там только один лайгин. Второе, это кнопка Home. Она теперь не нажимается, и там вылезла проблема, что кнопка Home не нажимается зимой в перчатках, потому что нужно касание пальца, а перчатка как бы не палит. В общем, логика вам понятна. Зимой вы не нажмете кнопку Home. И в минус 30, поверьте, это будет проблема. Далее камеры. Это, наверное, вот то, что буквально сразу же заметно, так как дизайн особо не менялся, и что айфон 7+, что айфон 6s+, выглядят примерно одинаково. Если на 6s+, впихнуть эти две камеры, то, в принципе, будут выглядеть точно так же. Там больше увеличения, картинка будет четче, но пока что это незаметно. Я живу с 6s+, уже около недели, ну и на камеру не могу нарадоваться. Все нравится вообще без исключений. Также передняя камера в 7+, на 2 мегапикселя больше. На 7+, 7 мегапикселей, на 6s+, 5 мегапикселей. Но спросите себя, вы замечаете ли вы эту разницу или плевать? Вот мне плевает на то, как снимает моя передняя камера. Не важно, чтобы задняя камера снимала круто, а передняя, ну как-то лично мне не важно. Далее то, о чем мы уже поговорили, это процессор. Да, 7+, мощнее, но 6s+, также один из крутых телефонных, и в мощности он не будет уступать 7+, еще очень долго. Просто потому, что такого софта, который задействует все мощности, еще просто нет. И что касается поддержки, то Apple будет поддерживать эти гаджеты еще очень долго, и, как мне кажется, то 7+, и 6s+, уйдут примерно в одинаковое время. То есть, если вы не гонитесь за мощностью, как я, то 6s+, для вас. Еще одно изменение 7+, по сравнению с 6s+, это водостойкость. Телефон теперь защищен от воды, и лично мое мнение, ну это, конечно, круто, да, но лично я не подхожу близко к воде, я не подхожу к пирсу, там, еще куда-то действовать, да, если у меня в кармане лежит телефон, который стоит очень дорого. И, соответственно, для меня это вообще никакая не проблема и не киллер-фича. И последнее, это цветопередача. Типа экран в iPhone 7+, передает больше цветов и больше яркости. Ну, как бы, я не знаю, 6s+, у меня еще глаза на месте, я не ослеп. Как бы, вот такое вот мое мнение. То есть, это все то, что касается исключительно меня. Мои мысли по этому поводу, все функции, конечно, крутые. Все новое, что есть в 7+, это, конечно, круто. Но лично для меня это все не нужно, и 6s+, покрывает все мои запросы, которые у меня есть на данный момент, с головой и даже еще остаются. Есть еще кое-что. И это, разумеется, дороговизна. Мы живем в такой стране, где нет Apple Store'ов, и вообще, ну, наша страна как бы не то, что богата на доллары, но все хотят заработать, и это нормально. Поэтому, если выходит iPhone, все барыги едут за границу, скупают iPhone и привозят сюда по цене в два раза больше. Вот вам пример. У нас сразу же в первый день продаж появились iPhone, но по цене 1400 долларов. При том, что в той же Америке с налогом iPhone стоит там около 720. Это iPhone 7 в самой минимальной комплектации. У нас же это 1400, то есть в два раза больше, вот так спокойно. Так, почему же стоит купить 6s+, а не 7+. Первое, это телефоны почти одинаковые. Да, в А7 есть какие-то свои киллер-фичи, однако для некоторых людей это не киллер-фичи, и я отношусь к тем людям. Далее, если вы не хотите ждать, когда у вас появится семерка по адекватным ценам, либо появится та модель, которую вы хотите, то смело покупайте 6s. Это все тот же крутой телефон, очень мощный телефон, который будет поддерживаться компанией очень долго. Ну и лично мое мнение о 6s+, то как бы за неделю я уже к нему привык, размер мне не кажется очень большим, и я его использую, вот никак действительно не могу нарадоваться замене моему 6. На этом все, ребят. Если вам понравилось видео, то ставьте ваши пальцы вверх, пишите в комментариях, будете ли вы покупать семерку, сколько стоят в вашем городе семерки, это будет интересно прочитать, потому что ценники все еще овер миллион. На этом все, ребят. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео, делитесь им с друзьями, не забывайте о яблочках. Пока!